Ведь Джо Байден бодр и готов переизбираться. Вероятно, даже под давлением. Вы только гляньте на его подпись. Это все так печально. Была одобрена Камала Харрис. Джо Байден поддержал Камалу Харрис. Еще раз, Джо Байден даже не в курсе всего этого. Он лечится от ковида. Но некоторые злые люди говорят, что демократы только что вышвырнули 15 миллионов голосов. Ведь на этих праймерис 15 миллионов людей вроде как проголосовали за Джо Байдена. Но на них никто не голосовал за Камалу Харрис. На прошлых праймерис у демократов, где несколько лет назад Камала Харрис выдвигалась против Джо Байдена на должность президента и выступала против него довольно жестко. Мы позже покажем вам ролик оттуда. И теперь немало людей поддерживают Камалу Харрис. Включая Клинтон и Сороса и всех остальных суперзлодеев мира. И команда Трампа практически мгновенно начала выпускать предвыборные ролики против Камалы Харрис. Вот даже журнал «Тайм» показывает, как Камала Харрис выходит на сцену, в то время как Джо Байдена выкидывают на свалку истории. Итак, команда Трампа выпустила реально жесткий ролик. Это пак Дональда Трампа, официальный «Сделаем Америку снова прекрасно» и пак на раз-два выпустил ролик. Камала тоже в этом участвовала. Она скрывала, что Джо Байден уже одрехлел. Наш президент в хорошей форме. Он очень бодр и полон сил. Я не сомневаюсь в успешности проделанной нами работы. Но Камала знала, что Джо уже не может работать. Поэтому все делала она. Посмотрите, что она уже сделала. Кризис на границе. Галлопирующая инфляция. Американская мечта мертва. Это все наделали именно они. Они знают, что за этот бардак в ответе Камала. Этот ролик сделала компания «Сделаем Америку снова прекрасной». Представители Дональда Трампа также оставили довольно любопытные комментарии. Дэн Скавино. Камала Харрис, выборы важны. Своим голосованием люди показывают, что они хотят и получают то, о чем просили. О-оу. Вот оно. Выборы важны. Своим голосованием люди показывают, что они хотят. И в данном случае они получили то, о чем просили. Цены на нефть в США на самом высоком уровне за 7 лет. Волна грабежей в Калифорнии и по всей стране. Они получили то, о чем просили. Низкая занятость. 194 тысячи. Это очень мало. Акции показывают то, как выглядит поражение. Они получили то, о чем просили. Россия скоро просто сотрет Украину. Мы опять столкнулись с дефицитом. Этого всего бы не было, если бы в Белом доме был президент Трамп. Представитель компании Стивен Чанг. Трамп 24. Один из представителей Дональда Трампа запостил ролик своего шоу с вступительной музыкой Монтеллия Уильямса. Но что он хотел этим сказать? Он троллит Камалу Харрис, так как она была очередной любовницей Монтеллия Уильямса. И вот знаменитый вирусный ролик. И они не хотят, чтобы вы о нем знали. Камала уж точно не хочет этого. До того, как она встретилась с Дагом Энхоффом, она встречалась со многими знаменитостями, включая в 2001-м бывшего ведущего ток-шоу Монтеллия Уильямса. В те времена знаменит был именно он, и ему приходилось представлять ее журналистом. Камала Харрис. Камала. Но теперь уже весь мир знает, кто она такая. И, конечно же, это уже далеко не первый раз, когда команда Трампа так жестко высмеивает Камалу Харрис. Камала Харрис теперь сможет ощутить себя в шкуре Дональда Трампа. Вот мудрые изречения, сделанные Камалой Харрис пару недель назад. Команда Трампа выпустила ролик с мудрыми изречениями Камалы Харрис. К слову о важности того, что время проходит. Течение времени так важно, когда мы говорим о наших действиях. Это так важно. Это течение времени. Важность общественных банков, как и сказано в их названии, что они находятся в обществе. Ими руководят люди, понимающие возможности этого общества, нужды этого общества, культуру этого общества. Настало время нам делать то, что мы делали до этого. И так надо каждый день. Я могу представлять себе, что будет, не думая о том, что было. Понимаете? Да, над Камалой Харрис смеется весь интернет. Камала Харрис через 30 лет после встречи с Вилли Брауном. Да, ее назначили, но что дальше? У Камалы Харрис ужасный рейтинг одобрения среди американцев. Видимо, у демократов сейчас все далеко не в порядке. Сенаторы начинают плакать прямо на телепередачах. Да, у Камалы Харрис ужасный рейтинг одобрения. А еще опросы показывают, что в колеблющихся Штатах дела у нее совсем плохи. Может, у них и получится немного поднять ей рейтинги, но пока у Камалы Харрис дела в этих Штатах просто ужасны. Я бы очень хотел, чтобы команда Трампа взялась за Камалу Харрис по полной. А может, нас ждут довольно жесткие праймерис? Ведь нельзя просто так назначить кандидата. По-моему, нет. Посмотрим, что будет дальше. Но там точно будет немало кринжа. Напоминаю, президент Трамп уже предсказал все это, играя в гольф. Когда он сказал, что Джо Байден будет побежден, и следующий будет Камала Харриса, ее победить будет еще легче. Опросы тоже это показывают. Вот, послушайте. Вот как я выступил на дебатах. Прекрасно. Весь этот бред, который он нес. Он уйдет, ему придется уйти. С ним я уже покончил, но это значит, что следующий будет Камала. Мне кажется, что с ней будет еще проще. Она просто кошмар. Она такая жалкая. Это просто пиздец. Вы вообще можете себе это представить? Нам нужно вести дела с Путиным, с президентом Китая, который очень упорный человек. Очень жесткий человек. Вы же видели его? И вот они уже говорят о том, что он, возможно, выйдет из гонки. Я их всех вынесу. Так или иначе, но эти выборы обещают быть довольно занятными. Официальная страничка Республиканской партии с миллионами подписчиков выложила вот этот ролик. На этом ролике мы и завершим. Но знаете что? Мы ведь только начинаем. Это только начало. Камала Харрис, не приходите. Дональд Трамп. Я все-таки приду. Вот. Внимание. Следующая информация может не понравиться либералам, которые не хотят, чтобы избиратели знали правду о Камале Харрис. Если вам когда-нибудь было любопытно, как Джо Байден ухитрился так облажаться с границей, то не забывайте, он был не один. Влад Байден назначает Камалу Харрис царицей границы, чтобы она смогла справиться с нелегальной эмиграцией. А вот рекордные цифры нелегальной эмиграции. Десять миллионов человек пересекли границу после того, как Харрис должна была вроде как остановить нелегальную эмиграцию. Для справедливости скажем, что Харрис Риана взялась за дело и просто игнорировала проблему. Планируете ли вы посетить границу? На данный момент я в Гватемале. Может, когда-нибудь. Знаете, мы... Мы поедем на границу. Мы уже были на границе. Так что вся эта тема по поводу границы. Мы были на границе. Мы были на границе. А лично вы не были на границе? Ну, я и в Европе не бывала. Я просто не понимаю, что вы пытаетесь этим сказать. Харрис очень либерально относилась к нелегальной эмиграции еще до того, как попала в Белый дом. Будучи прокурором в Сан-Франциско, Харрис разрешала нелегальным эмигрантам-наркоторговцам проходить обучение профессии, а также стирала данные об их преступлениях. Один из выпущенных Харрис нелегальных эмигрантов угнал внедорожник и сбил молодую девушку, нанеся ей серьезные травмы. И, конечно же, Харрис поддерживала законы о городах убежищах, принимающих к себе нелегалов и даже нелегалов-преступников. Она даже поддержала оплату из бюджета медобслуживания для нелегалов. Рекордная нелегальная эмиграция, специальные привилегии нелегалам, налоговые вычеты. И Харрис все еще работает с этой проблемой. Я уже давно работаю с этой проблемой. Вот вам правда про Камалу Харрис. Она невероятно либеральна по поводу нелегальной эмиграции. Редактор субтитров А.Семкин